Да, ребят, у нас ретрит, и здесь же будет у нас эфир. Все это тот, кто захотел остаться вместе со мной и с вами. Так, сейчас мы дождемся, пока у нас включится Ютуб, и начнете тогда, ребят, задавать вопросы. Да, ребят, у нас... У нас сегодня тема «Любовь к себе». Это тема, которая будет, наверное, у нас раскрываться не один год, не один эфир. И в закрытом клубе мы с ребятами разговаривали, что такое любовь к себе. И я бы, наверное, еще раз хотела открыть еще с одного ракурса, как, может быть, кому-то будет интересно посмотреть на себя с другой стороны, что такое любовь. Мы очень много говорим про любовь к себе и не понимаем, что это такое. То есть для кого-то это помазаться кремушками, кому-то купить новое, там, не знаю, какое-то... Новое пальтишко, новое платьишко, новую машину, новую квартиру, и говорят, что вот я себя люблю, я себе все позволяю. Но любовь к себе раскрывается только во время честности, когда ты честен перед самим собой. Что такое честность перед самим собой? Честность перед самим собой по отношению к любви, к себе — это когда ты по-честному себе признаешься в каких-то моментах. Когда ты по-честному себе говоришь, какую работу, что я хочу... Очень рада вас слышать, здравствуйте. Когда ты по-честному начинаешь говорить, что я хочу, какую я хочу работу, чем я хочу заниматься. Не потому что это социум навязал, не потому что это так принято, не потому что это так удобно, а потому что внутри ты этого хочешь. И когда ты начинаешь по-честному себе признаваться, очень многие вопросы вообще отпадают. Ты понимаешь, что ты этого в принципе-то и не хотел, в принципе тебе это не нужно. Но так как это изначально думалось уже много-много лет, шел к этому, и вот это и кажется, что если я этого достигну, то это будет прям любовь к себе. Точно так же, как можно это описать на семейных парах. Когда люди живут друг с другом по многу-многу лет, может быть и не по многу, и боятся друг другу признаться, боятся признаться самому себе, что нет любви, нет этой страсти, нет искры к этому человеку. А есть какое-то принятие этого человека, какая-то благодарность за что-либо, потому что так удобно, потому что он мне помог в своё время, потому что она мне помогла в своё время, потому что вот с этим человеком мне очень комфортно, он меня так любит, он же всё делает для меня, как я могу. Это как раз не про честность, это когда вы себе не позволяете быть собой, это когда вы даже стесняетесь в этих вариантах, чтобы просто убрать этого человека из своей жизни. Когда вы не понимаете, что вы хотите, когда вы думаете, что «ну как же я уйду из этих отношений?» Ведь они такие приятные, и мы же всё время думаем о чём, мы же не думаем, из чего мы выходим, мы думаем «а если я туда пойду, с кем я буду? А что я буду заниматься? А чем я буду заниматься? А как будет там?» Мы никогда не можем уйти куда-то, мы не можем уйти никогда в будущее, мы можем уйти только в настоящее. То есть из настоящего момента, из настоящего болота мы можем только отсюда вылезти, а куда мы пойдём, это уже второй вопрос. И, как правило, в этом болоте мы остаёмся до тех пор, пока у нас уже всё, у нас вот сюда вот уже подпирают, нам уже душно, мы понимаем, что либо мы здесь утопнем, и всё, и будет просто смерть, либо отсюда выскакиваем. И когда мы вот в этом состоянии отсюда выскакиваем, нам без разницы, что будет здесь, нам хотя бы выжить, вот отсюда выскочить. И мы себя всё время оставляем вот в этом вот болоте до того момента, пока нам не станет очень плохо, совсем плохо. Потому что в другом случае, в ином случае мы всегда думаем «а куда я пойду? А что у меня будет? У меня нет квартиры, у меня нет машины, у меня нет там какой-то работы, у меня нет ещё чего-то». Всегда думаем, что чего у нас нет в будущем, но про настоящее всегда забываем. И нас всё больше и больше засасывает наша ложная ситуация в моменте, в данной ситуации. И чем больше она нас засасывает, тем больше растворяется то, куда мы можем пойти. У нас пропадает будущая картинка. Она становится всё менее и менее ясной, она расплывается. И потом, когда мы начинаем уже тонуть в этом болоте, нам уже без разницы, куда выскакивает, нам лишь бы выскочить из этого болота. Вы себя до этого состояния хотите довести. Это как раз про нелюбовь к себе. И это относится как к семейным парам, как просто к близким людям, как к работе, где вы также сидите на этом работе и думаете «а куда я пойду? А что я ещё умею? А где я ещё нужен или нужна? Я лучше буду здесь». Вы будете здесь до такого момента, когда вы поймёте, что вы уже здесь не можете, вы себя даже прокормить не можете. И вам придётся уходить в другое место и начинать с меньшего. Если бы вы вышли, если бы вы почувствовали, что это не ваше, но вы ещё не потеряли все силы, когда вы чувствуете, что это не ваше, уходите сразу. Неважно, это из отношений, с работы, из какого-то города. Как только вы выходите из этого, вы выходите полные силы начать что-то новое. Но если вы начинаете там дальше барахтаться, то вы чётко просто понимаете, должны понимать, что вы там будете барахтаться, пока вы не оставите все силы. Из последних сил вам останется только выкарабкаться. И вы обессилены, и пойдёте в какое-то новое место, к новому человеку, на новую работу, в новый город, абсолютно обезвожены, обессилены. И вам будет намного сложнее. И вы будете всегда думать, а если бы я вот тогда ушёл, а если бы я тогда поменял, а если бы я тогда переехал, если бы я тогда ещё что-то сделал, то было бы всё по-другому. Вот это вот про любовь к себе, одна из граней про любовь к себе, потому что здесь очень много. Если есть какие-то вопросы, ребят, то задавайте. У нас сегодня будет опять такой коротенький эфир. На вопросы я поотвечаю, если у вас какие-то есть. Если есть какие-то вопросы у ребят из зала, то я тоже готова поотвечать, если ещё какие-то появились. У нас просто эта тема была на самом первом дне, это вчера, в самом начале. Вот поэтому мы её немножечко с ребятами разобрали и по личным ситуациям тоже разобрали. Вот поэтому хотелось бы, чтобы вашу реакцию посмотреть, вашу обратную связь. Как вы это видите, как вы это чувствуете, и какие вопросы у вас появились. что такое любовь к себе. Нет вопросов. Ребят, если нет вопросов, то я буду завершать. Можете не по теме, если прямо очень хочется, можете не по теме задать вопрос. Всё, вопросов нет. У нас сегодня очень мало народу почему-то. Ну, ничего страшного. Тогда я буду завершать, ребят. Прямо сегодня будет коротенький-коротенький эфир, и мы тогда здесь с ребятами продолжим болтать. А вы присоединяйтесь. Следующий ретрит у нас уже определился. Кто не смог на этот, приехать. Следующий ретрит у нас также будет в Сочи на Раяно-центре в ЛОО с 28 ноября по 2 декабря. Поэтому присоединяйтесь. Всё. Всех обнимаю. Готовьте свои вопросы к следующему эфиру. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!